всем привет я гела и сегодня я хочу вам показать как сделать коврик из самых мелких обрезков лоскутков я буду делать на небольшом отрезке ткани для образца вот сейчас вам да и забегая вперед скажу на этом не ушло от силы вот самая большая час то есть за полдня можно поношить потрясающие коврики там какие-то накидки там и так далее тому подобное да хоть сумку если подобрать там ткани определенные а в данном случае мы ничего не подбираем мы берем самые самые ненужные обрезки которые вот идут в хлам они могут быть и квадратные и треугольные там и полосочками нам главное нужно вот сделать вот такой вот уголочек как бы от верхнего сгиба в три раза и все вот вам и уголочек вот там уже смотрите как вам нужно там побольше поменьше я не знаю но я делаю самых мелких обрезков поэтому в таким образом вот так вот можно сразу обшить лоску ткани пусть можно брать самый тонкий лоскут хбшный там какой-то потом все равно все это плотненько очень получится вот то есть не обязательно там джинсовую основу еще какую-то основа получится тонкая и прочная толстая и прочная и будет хорошо держать форму вот такие вот лоскутки вернее вот это лоскут основа можно сразу прострочить края внутрь да а можно вот так вот как я делаю прям сразу по ходу дела подогнула вот если вы будете шить вручную его такие коврики и вручную нужно шить естественно тоже ну там наверно на персток понадобится все-таки все-таки очень много сгибов тканей и булавочки вот такие ну чтобы несколько штук приколоть прошить несколько приколоть прошить там брать булавочки да вот и ткани должны быть все таки более-менее там потоньше самые самые тоненькие потому что вам дальше будет сложно прокалывать столько ткани столько слоев вот я же в данном случае вот видите показываю несколько лоскутов мне как правило вручную мы обычно шьем справа налево да вот можно вот таким вот образом попрекалывать их несколько штучек и прошивать вот я решила уже не возиться вручную хотя я это дело очень люблю вы знаете уже это но в данном случае решила на машинке пройтись поэтому у меня лоскутки будут один на один слегка там накладывается получается сшить слева направо да вот ну и вот таким образом вы знаете когда я начала снимать у меня машинка шьет и все это камера трясется у меня же нет определить специальных там штативов и так далее поэтому здесь вы видите да вот просто по периметру с края начали и пошли по периметру вот таким вот образом нашивать ничего я не выкраивала перо просто там и не соблюдаю никакой последовательности сразу вот взяла свои обрезки и вот таким вот образом нашего у меня тут есть какие-то поменьше побольше даже уголочки попадаются вообще ничего страшного потом в деле это все прекрасно все будет смотреться и замечательно вот у меня даже некоторые какие-то ряды там прям полностью находят на предыдущей лоскуты какие-то не находят там всего этого не видно они этот коврик будет все равно очень хорошо держать форму ничего там не будет у вас разгибаться и выглядывать вот вот таким вот образом эти коврики можно шить ведь из центра кругляши да вы тоже все знают наверное и вот такие вот можно пореже эти уголочки располагать там допустим не так часто ну не знам нет нравится вот такие вот прям чтобы они были пушистые как бы такие плотненькие получается просто превосходно вот вам бы еще один способ утилизации лоскутов то есть естественно из всего этого мы тоже умеем и одеяло шить и все что угодно вот из этих отбросов вот из этих малюсеньких квадратиков целое одеяло можно шить а можно еще и вот такой вот способ очень приятные такие и шьются приятно легко и просто как-то знаете и такой результат они прям такие хорошенькие плотненькие получаются такие аккуратненькие вот эти коврички их и круглые можно и квадратные и овальные какие хотите вообще прелесть просто его результат а потом я ведь и взяла вот у меня планка от рубашки вот этой в клетку что то самое и просто из планочки из этой еще смотала закрутила розочку вот тут у меня уже руки уходят я в принципе не думала прямо именно показывать вот мастер-класс там потому что я поняла что камер трясется снять толком я не смогу но тем не менее когда сняла мне уже но я все-таки решила вам ход работы немножечко так показать вот смотрите вот скрутил эту розочку знаете для тех кто не умеет не знают у меня есть мастер-класс прям подробный там штук пять-шесть способов как делать розочки из ткани из лент там из обрезка всяких поэтому вот не поленитесь пройдите посмотрите и скрутите себе розочки можно вот я в данном случае видите просто ничего у меня тут не обшита ничего как было обрезано накрутила я эту розочку вот так вот ее буквально прихватила как следует ниточками и можно знаете горячим пистолетом я там тоже показа можно и пистолетом горячим эту розочку сделать и вот так вот в данном случае все ниточками иголками насквозь вот так вот пришью и сейчас прихвачу как следует и все по кругу знаете вот это маленький коврик да если вы большой коврик делаете там допустим да ну да как до поры там смотрите вам по скручивать его надо будет я думаю все равно это небольшая проблема по скручивать чтобы к центру когда вы будете приближаться чтобы вам жить было удобно то прям в рулон скручиваете каждую сторону и продеваете в машинку нормально проходит вот но если там такие габариты что сложно то запросто можно уже продолжать там сам к самому центру и вручную дошить вот а этот цветочек но если вам сложно прямо уже там и руками возиться ради бога наклеена горячей посадили все и вот смотрите такая прелесть у вас получилось мне очень нравится эти коврики я буду показывать разные варианты поэтому я уж никуда их столько я буду на небольших показывать на небольших размерах вот смотрите вот такая прелесть получается он очень плотный вот коврик получается держит очень хорошо форму и потрясающе выглядит такие коврики можно из центра шить они тогда более такие гладенькие получаются аккуратненькие такие знаете как нибудь может быть сошьем из центра ну вот сегодня вот такое у меня более такой цветочный вариант получился вот видите очень красиво интересно смотрится ну и сейчас я вам покажу еще один способ который ну тоже все мы прекрасно наверно знаем и самый такой доступный простой способ утилизации это нашивать лоскутки просто на кусок ткани я где-то увидела в интернете и сразу вспомнила вот мы действительно столько всего знаем ну просто вот даже не помним и не приходит в голову а я вспомнила сразу как моя бабуля делала что-то такое нечто подобное вот видите какие-то обрезочки какие-то полосочки допустим да особенно когда мы выравниваем в лоскутном шитье вот в печерке выкраиваем определенные фигуры и выравниваем ткань вот часто остаются вот такие вот прямые обрезки на в принципе также из старой оттежды из всего чего угодно можно использовать вот такие ткани вот не обязательно там выкраивать там чего-то абсолютно не нужно просто все обрезки собираем вот лоскут ткани основу я уже заблаговременно застрочила ну чтобы удобнее было вот ну и все и теперь вот эти полосочки настрачиваем хоть и ленты туда можно в общем весь мусор весь там все эти все что на выброс вот все можно использовать и просто вот эти полосочки настрачиваем рядами но вот здесь уже у меня ведь полностью камера ушла я строчу и у меня видимо это дрожит камера телефон и как-то у меня в общем все сбилось тут я не заметила но вы поняли да там совершенно чего сложного просто рядами туда-сюда вверх-вниз настрачиваете вот эти полосочки и вы знаете вот казалось бы хлам такой а так мило получается очень мило мне кажется если тем более в доме есть домашние животные они вам точно скажут спасибо для кошек я представляю как будут резвиться кошки с удовольствием за кошки собачки играть на этом половике и спать лежать он такой мягкий такой пышный такой настолько милые вот даже на ощупь ножками вот так вот ходить в ванной где-то бросить войну прелесть просто просто прелесть и что интересно я вспомнила сразу коллекцию виктор альф давно еще они выпускали вот из таких полотен у них целые там жакеты сшиты пальто если посмотреть их коллекции там ранее ранее все что раньше казалось каким-то совершенно вот космическим и никогда в жизни этого не наденешь в итоге на сегодняшний день уже есть такие дизайнерские наряды которые вполне носибельные на сегодняшний день выглядят вот так же эти жакеты в таком стиле может быть когда-то действительно будут выглядеть и казаться вполне носибельными но вот такой вот коврик абсолютно просто по рядам вверх-вниз вверх-вниз видите я даже не совсем там ровненько но где-то среднем там я не знаю я делала ряды на ширину лапки вот это и видите там где-то шире получилось где-то уже в общем все ткани какие есть вот такими ведь у меня даже неровные ни одной величины вот эти полоски разные совсем но если уж прямо даже в данном виде рукоделия заморачиваться можно конечно и выровнять но мне кажется это уже масло масляное получится мы эта техника именно утилизации и третий способ девочки уже те кто со мной давно вы знаете что это мой самый любимый способ и это самый гениальный способ утилизации отходов наших текстильных вязальных всяких вышивальных там и всего-всего это самый потрясающий вид рукоделий на мой взгляд да вот создание текстильного полотна потому что действительно но все гениальное просто настолько вот абсолютный мусор все что у вас осталось ведь и нитки все 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 сюда идет и пайетки насыпать и вот поездочную мне тут ткань немножечко уже видели в ранних видео да все сыпем на вас код и накрываем какой-то прозрачной ткани из вашего арсенала это могут быть и кружева и сетка и шифоны и органза вот в данном случае у меня вообще органза дешевенькая там такой органзо и помпоны делают и цветы украли там букеты собирают такая вот тоненькая банты капроны там ну всякое всячину все что у вас есть прозрачно вот у меня на канале есть разные варианты мы уже я большие полотна этим решила и маленькие все что угодно и получается просто восхитительная штука вот видите я ничего не приклеиваю никаких флизелинов ничего нет я не выкладываю рисунки какие-то просто насыпала абы как но опять таки если уж даже в этом саморачиваться то можно и выложите каким цветы какие там что-то такое да зайдите к нам группа рукоделия для новичков у нас девчонки делают там просто потрясающие прям художественные такие композиции но в данном случае вы видите никаких флизелинов у меня нет ничего нет я насыпал этот мусор сколола иголочками как следует там вот и теперь туда-сюда клеточкой про строчу все полотно но сначала полосы туда-сюда там из угла в угол вот только обязательно не в одном направлении строчить а то перекосит а именно туда-сюда вверх-вниз вверх-вниз из угла в углу по диагонали вот на строчили теперь повернули и перпендикулярно по другим диагоналям также вверх-вниз и получили вот такое вот полотно восхитительно потрясающе просто мне настолько нравится вот эта техника называется пицца они у меня на канале уже очень много сказано и показано поэтому знаете делают и на флизелин клеют и все но это уже немножко другой вид получится то есть создавать там какие-то аппликации чего-то мне кажется здесь вот просто именно вся гениальность том что вы насыпали мусор как попало и все это многообразие цвета фактур и там так далее накрыли как бы объединили одной какой-то вот тканью тюль кружево орган за шифон сетка все что у вас есть прозрачные и прострочили как только вам угодно хоть можно мы когда делали картины на стены вот есть видео подробный мастер-класс и там показываю как я заготавливаю старой одежды как я и режу вот и по моему в том или не в том общем на канале есть да и вот этих одна из картин у меня сделано вот в такой технике и я даже не накрывала никакой орган за потому что это в итоге под стекло идет пошло у нас в рамку вот если вы захотите вы посмотрите видео хлам в дело декор интерьера и вот там вы увидите вообще даже не накрывая просто поверх строчила из самого центра и по кругу прямо по спирали вот так шире 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 и все и все они прекрасно держится закрепляются вот сегодня я ни разу даже нигде не использовала утюг о котором я всегда говорю да в пчурки мы используем утюг потому что это реально облегчает и работаю делает и аккуратнее красивее но сегодня именно в данном случае я показываю именно вот конкретно утилизацию работаем только с мусором вот как бы это не звучало может некрасиво мусор отброса но вот действительно да это наши драгоценные отбросы это текстиль тканешки которые мы очень любим которым нам вот настолько благодарны видите ткани это очень благодарный материал поэтому вот это все ведь его до последнего можно использовать совершенно безосходно у нас девчонки шьют потрясающие сумки жилеты в этой технике вот из этого полотна пицца конечном итоге можно сшить все что угодно ну а дальше я обрезала все лишнее опять таки видите для будущих работ вот взяла полоску ткани буквально там шириной не знаю но в три пальца может моих максимум вот вот так сложила это я тоже очень подробно все уже показывала сегодня ведь у меня такой экспромт получился ракурс не тот особо не видно но мне кажется все понятно если не понятно то на канале очень много видео именно с подробностями хорошо снятых вот и вот такой ткань мы ее вдоль полосочку эту складываем и полностью по периметру пристрочила единственно хочу посоветовать девочки если большие полотна вы строчите большой коврик делаете там что-то то по периметру ну чтобы не перекосило может быть делайте допустим вверх-вниз лево-право стороны до обшивайте ну в принципе я обычно делаю прямо по кругу по всему периметру пошла и все вот так пристрочили а дальше вы уже видите вы можете также пройтись на машиночки по изнанке видите и у вас получается идеальный край те кто со мной давно уже знают что я очень люблю вот именно этот момент делает продолжать вручную то есть я беру иголочку ниточку и сейчас вручную буду пришивать с обратной стороны потайным шевчиком вот и такой у нас аккуратненький краеш получится вот пицца это что-то конечно просто настолько просто и настолько гениально все это вот из этих полотен и сумки и косметички там и жакеты и жилеты мы шили даже и сумки у меня на канале тоже все это есть поэтому если вы захотите посмотрите вот таким образом потайным шевчиком видите ничего сложного вот таким образом проходимся и получаем великолепную просто превосходное полотно но в данном случае как будто коврики да вот я для образца вам для утилизации обрезков решила сделать вот такое видео вот это как раз из той серии когда знаете для самых-самых новичков которые никто никогда ни разу в руки не брал иголку с ниткой даже тот человек сможет такое сшить и сделать ведь какая прелесть смотрите и спинка у нас аккуратненько получается и все даже несмотря на то что я совершенно утюг не использую ничего не краем ни копейки не затрачивая посмотрите какую прелесть мы получаем просто из того что есть дома из обрезков из остатков от основного шитья ну вот такое видео у меня сегодня получилось ну я надеюсь вам это конечно не новое все но тем не менее решила показать я надеюсь вам понравилось если понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите еще ссылочки на эти всякие розочки и на наши лоскутное шитье я оставлю в описании и в конце видео я желаю вам всего доброго приятного вам рукоделия и пока-пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok